Друзья, всем привет! Сегодня у нас довольно объемный обзор новинок, которые появились у нас в студии. Мы будем говорить про беспроводные наушники компании OneMo. Но прежде чем приступать к каждой из моделей, здесь у нас 4, я расскажу немножко предыстории, потому что это наушники с интересной историей, да? Компанию OneMo основали 3 бывших сотрудников Foxconn. Все вы знаете, что такое Foxconn. Это корпорация, которая производит огромное количество железок для других производителей смартфонов и не только. Так вот, эти 3 человека собрались и решили сделать бренд, который будет создавать неплохие наушники на любой бюджет, скажем так. Недорогие и недешевые, многофункциональные. Но здесь есть еще одно но. В 2014 году первым инвестором, а может быть не первым, а просто инвестором этой компании стала компания Xiaomi. И поэтому во многих заголовках на разных сайтах эти наушники называют наушниками Xiaomi. Xiaomi выпустила новые наушники OneMo. Если так посчитать, то Xiaomi инвестирует в огромное количество стартапов. И очень часто популярность тех или иных вещей обусловлена тем, что они как бы заручаются именем Xiaomi. Xiaomi-то по сути просто инвестирует деньги в хороший стартап с качественной продукцией. Но это помогает этому стартапу взлетать и продаваться. И так же произошло с наушниками OneMo. Потому что, по-моему, только в 2014 году через официальные магазины компании Xiaomi они продали своих наушников 10 миллионов штук. Что типа такого. Стоит также отметить, что популярные наушники Xiaomi Piston. Все вы помните разные пистоны. Были очень дешевые и доступные наушники, которые неплохо звучат. Также производится на мощностях именно компании OneMo. И на сегодняшний день вообще этот бренд стал настолько популярным, что он даже может спокойно потягаться по своему товарообороту с такими монстрами как Beats. Только стоит он раза в три дешевле, чем Beats. Начнем мы с самой маленькой модели. Она называется OneMo IB3 Sport Plus VI. Огромное количество аббревиатур. Ну и сейчас я вам расскажу, что это за зверь такой. В комплект поставки входят сами наушники, пара сменных амбушюр и столько же спортивных креплений для разных размеров ушных раковин. Кабель для зарядки, инструкция, брендовая наклейка и небольшой подарочный сертификат на использование приложения VI Trainer App. Наушники выполнены в виде вакуумных затычек. Они довольно хорошо закрепляются в ухе и не выпадут даже при самом активном беге. Заявленная водонепроницаемость уровня IPX4 и, судя по конструкции, они не боятся влаги и пыли. Все кнопки хорошо прорезинены, а разъем microUSB хорошо прикрыт резиновой заглушкой. Наушники связаны между собой кабелей длиной около 40 см, а если такой длины будет много, вы можете ее укоротить благодаря специальному ползунку. Все мозги наушников находятся в блоке управления, который особо не отличается от конкурентов. На нем расположились микрофон, кнопки включения и выключения, увеличение и уменьшение громкости и кнопка Stop и Play. Особенностью этой модели является то, что они сопрягаются со специальным мобильным приложением, которое вы можете установить на свой смартфон и управлять при помощи наушников голосом. Но здесь есть две интересные штуки. Внутри, как я сказал, уже подарочный сертификат, и этот подарочный сертификат именно на обслуживание этого приложения, потому что приложение платное, оно стоит около 10 баксов в месяц. То есть это по сути сервис, да, сервис, который позволяет вам следить за вашей активностью, проговаривать там вслух, сколько вы шагов прошли, сколько пробежали, сколько осталось дистанции. И, кстати, это приложение дружит с сервисом Strava. Strava это самый популярный в мире сервис для всех бегунов. Ну и не только для бегунов, еще и для велосипедистов тоже любят использовать Strava, очень популярное приложение. В режиме стендбай эти наушники способны продержаться 240 часов без подзарядки. Режим прослушивания 5 часов, и этот показатель очень чем-то похож даже на наушники Meizu Halo, которые мы с вами недавно рассматривали. Если говорить про звучание этих наушников, они поддерживают кодеки IPTX и прочие вещи, но это скорее спортивный вариант, и он не слишком выдающийся с точки зрения звука. То есть это явно-таки не наушники для того, чтобы кайфануть от музыки. Это наушники для того, чтобы комфортно заниматься спортом, бегать и при этом слышать какой-то звук, слушать подкасты, либо какую-то мелодию. Ведь во время какого-то ритмичного бега вам уже будет явно-таки не до качества звука. Вам главное, чтобы что-то вас отвлекало и в такт сердцем билось. Все следующие наушники, про которые мы с вами будем говорить, будут иметь приблизительно вот такую форму. Они будут все с ободком. Вы заметили, насколько сейчас трендово стало делать наушники с ободком? В нашем случае эта модель называется One Most Stylish, и дальше идет индекс наушников. Вообще в модельном ряде у них много разных моделей под индексом Stylish. И смотрите, как сделана прикольная упаковка. Здесь даже такой интересненький принт, как будто бы от руки нарисован, с техническими характеристиками мембраны и прочих вещей. То есть такая роспись красивая. В комплекте идет уже специальный мешок для транспортировки полупрозрачный, амбушюры, кабель micro-USB. И, собственно, сами наушники, которые вы вот так вот надеваете и дальше стоит. Кстати, вот сидит очень удобно, потому что, знаете, что мне напоминает? Я когда хожу к парикмахеру, у нее такая же резиновая штука есть, которая кладется на шею, и все. И так вот намертво садится. То же самое. Из органов управления опять стандартный набор. Кнопки громче-тише, кнопка включения-выключения. Также в наушниках есть разговорный микрофон, который в тестовых звонках показал себя, кстати, неплохо. Соединение со смартфоном происходит с помощью стандарта Bluetooth 4.2, который передает достаточно высококачественный звук, используя технологию кодирования AAC. Дальность работы устройства приблизительно 10 метров. В принципе, это стандартный показатель для любых беспроводных наушников. Если вы отходите дальше 10 метров, то связь может начать прерываться. Но знаете, что самое удивительное? Эти наушники, несмотря на другой форм-фактор, звучат практически так же, как и эти маленькие наушники. Вот здесь только отличие будет в поддержке приложения, форм-факторе и, наверное, в комплекте поставки. От этого и отличается цена этих наушников. В остальном тоже нельзя называть их прям такими мелодичными. Просто стандартный усредненный звук. Но, опять-таки, думайте внимательно перед тем, как выбирать наушники, потому что все, что я сейчас говорю, это очень субъективно. Ведь понятие звука – это субъективная вещь. Каждый его по-разному воспринимает. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Перед покупкой желательно самому убедиться. Возможно, для вас это будет прям обалденный звук. Для кого-то нет. Нужно пробовать. А вот дальше начинается самое интересное всего этого ассортимента. Как бы самая интересная модель, на мой взгляд, вот эта. Называется она OneMore Spearhead VR Bluetooth in Ear Headphones. Это беспроводные игровые наушники. То есть это гарнитура, но она игровая, беспроводная. Очень клево все сделано. Здесь сразу же и пожирнее проводок, и дизайн другой. И поддержка даже звука 5.1. Написывается, что 7.1, но получается добиться только звукообъемного в системе 5.1. Да и в принципе, на сегодняшний день звук 5.1 настроить не так уж и просто. Контент нужно найти, либо же игру, которая поддерживает такой эффект звучания. Но если найдете, останетесь под впечатлением. Да, эти наушники внешне практически идентичны предыдущим. Все тот же пластик и прорезиненная душка. Но есть у них и небольшое отличие. Наушники изнутри подсвечиваются красным цветом. И есть несколько вариантов, которые можно менять в приложении. Выглядит это очень эффектно. Вес устройства всего 32 грамма. Вы практически не ощутите их во время использования. Смотрите, что интересно в этих наушниках. Здесь, естественно, есть микрофон, есть система шумоподавления. Допустим, вы любите играть в Counter-Strike и в чате с кем-то общаться. Это очень удобно, потому что все работает по беспроводу. Зажали кнопочку, сказали фразу. Если есть посторонние шумы, то ваши тиммейты этого не услышат. Это очень хорошо. А вы будете слушать дефекты их плохих гарнитур. Когда всегда зайдете в Counter-Strike, кираешь, что-то... Какие-то странные звуки происходят, непонятные. Это здесь не присутствует. И что еще интересно. Наушники работают около 6 часов без подзарядки. Но здесь есть система быстрой зарядки, которая подзаряжает эти наушники за 10 минут на 50%. То есть за 10 минут вы сможете продлить время работы наушников еще на 3 часа. Есть еще одна особенность этих наушников. Здесь немножко другие амбушюры. И получается так, что наушники-то сделаны для геймеров. И прикол их в том, что в них уши вообще не устают. То есть если вот в этой модели, либо же в предыдущей модели вы будете долго играть, возможно, вы почувствуете какой-то дискомфорт в ушном канале. В этих наушниках дискомфорта не ощущается. Это очень клево. Особенно, когда вы сидите, там, какие-то баталии часами на пролет. Это же важно. Чтобы уши не уставали, голова не болела. Это клево. По звуку, что интересно, эти наушники хорошо подходят как под игры, так и просто под музыку. И теперь самая навороченная и дорогая модель в нашем обзоре. Это One More Dual Driver BT-ANC. ANC означает активное шумоподавление. Active Noise Cancelling. И эти наушники получили награду Red Dot Award 2018 за якобы лучший дизайн. Здесь же коробка дизайнерская. Видите, такой как бы магнитик. Все как нужно. Тоже опять у нас принт, наушники в комплекте. И по своей конструкции-то они не особо отличаются от вот этой модели. Но все-таки, видите, есть некоторые изыски, как говорится. И комплект побогаче. Здесь специальный вот переходничок, который позволяет вам их подключить, допустим, к компьютеру. И сразу же использовать их и как наушники, и как гарнитуру. Но самое важное, естественно, в этих наушниках это активный шумодав. И сказать честно, я с активным шумодавом как бы знаком не понаслышке в разных наушниках. Но чаще всего я использовал активный шумодав в больших наушниках. То есть в огромных наушниках, где большое пространство. И там он работает по-особенному. Здесь же мне кажется, что у этих наушников шумоподавление должно быть еще сильнее. Потому что, ну, сама конструкция-то, да, вы вставляете в ушной канал, вы уже блокируете прохождение звука. Если еще активное шумоподавление, то, скорее всего, вообще ничего не будете слышать. Эти наушники так себя и показали. К тому же, здесь еще и понятно, почему не дороже. Качество исполнения. Они сделаны из металла. У них прикольненькие вот такие магниты. Ну, то есть с точки зрения дизайна и тактильных ощущений, как бы это странно не звучало, когда мы говорим про наушники. Они действительно выполнены на совершенно ином уровне. Очень качественная работа. Богатый комплект с переходником. В коробке у нас идет еще огромное количество амбушюр. Посмотрите, сколько амбушюр. И дополнительных два вкладыша уже там с документацией и остальными проводами. Конечно же, есть мешок для транспортировки. И здесь остальные провода для зарядки этих наушников отдельные. Отдельно вот такой вот кабелек идет, который позволяет использовать эти наушники еще и в проводном режиме. Конечно, не самый удобный вариант, так как у этих наушников в принципе есть ободок. Но почему нет? Если разрядились, то вы можете их подключить, слушать с другими устройствами. К тому же, это не просто провод. Смотрите, здесь 3,5, а здесь USB Type-C. Вот такую конструкцию я вообще впервые вижу. У этих наушников есть ползунок между двумя режимами. Он их переключает. ANC – активный шумодав, благодаря которому даже в общественном транспорте вы будете наслаждаться чистейшим звучанием. Благодаря проприетарной технологии с низким энергопотреблением наушники получают и анализируют внешние шумы, а затем создают противоположные звуковые волны, чтобы, так сказать, компенсировать нежелательные звуки. Также наушники оснащены активной системой шумоподавления ENC. ENC, если быть точнее. Она эффективно отфильтровывает фоновые шумы во время разговоров, чтобы ваш голос оставался чистым, если вы на улице или в том же общественном транспорте. Из приятных особенностей наушники поддерживают передачу данных по формату LDAC, которую придумала компания Sony. По пропускной способности она чуть ли не в два раза больше, чем знаменитый APTX. Если ваше устройство поддерживает такой кодек, то эти наушники раскроют себя совершенно иначе, пропуская способность LDAC 990 кбит в секунду. Это очень приличное звучание. Друзья, подписывайтесь на канал и по ссылке в описании к этому видео вы найдете весь ассортимент этих наушников. Посмотрите на цены, они официально продаются у нас в ВАЛО. Все прекрасно есть, в наличии с гарантией, поэтому приходите, слушайте. Вот геймерские наушники прям хочется себя ставить. Вот честно хочется себя ставить, потому что компактные, классно звучат, долго играют, еще и микрофончик есть, это вообще нет никаких проводов. Ты сидишь и жаешь, тебе ничего не мешает. Это клево. С вами был Иван Лучков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте конструктивные отзывы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok